Так называемое благоустройство улицы Бочарова вызвало массу недовольства у местных жителей. На участке улицы между проспектом Добровольского и Днепропетровской дорогой городские власти решили убрать стихийный, по их словам, рынок, застелить все плиткой и установить свои торговые павильоны вместо зеленой зоны. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. На кадрах, которые вы видите, строитель-сварщик, работающий на стройке магазинов на улице Бочарова, ломает неугодную ему ветку платана, абсолютно здоровую, зеленую ветку дерева, не имея на это никакого права и разрешения, не стесняясь ни камер, ни людей вокруг. Видимо, он полностью уверен в своей безнаказанности. Очевидно, что таким варварским способом мэрия добивается своих целей. Уничтожение зеленой зоны – это одна из причин негодования одесситов. Причем, по словам местных жителей, работы ведутся и днем, и ночью, с нарушением всех норм по обрезке и пересадке деревьев. И незаконность действий даже не вызывает у людей сомнения. Вся улица на протяженности от Добровольского проспекта до Днепропетровской дороги лишилась клумб, потому что на месте клумб строятся торговые павильоны. И вот под угрозой теперь деревья, которые растут рядом с нынешней стройкой. Ночью пилят деревья. Мы вызывали два дня назад на ряд милиции, приезжали, потому что машину поставили, накрытую брезентом, пилят деревья и в машину. Мы с женщинами начали на них кричать, что вы делаете. Они в машину и удрали. Милиция приезжает, мы говорим, мы их спугнули, они удрали. Зачем вообще на Бочарова строить магазины? Почему она не могла быть красивой улицей, красивой? Чтобы люди ходили и радовались. Так мало того, ладно, деревья пересадили, половина уже пропала. Так и роют вот эти ямы впритык к дереву. Вот этот все ряд деревьев тоже погибнет. Ну, когда-то мы выходили и садили, чтобы нам здесь, я здесь 40 лет на поселке живу. А помню, когда здесь была пустыня, здесь были поля. Просто издеваются над народом и над растительностью. Активист и общественник Наталья Романчишина наблюдает за строительными работами с самого начала и успела зафиксировать массу нарушений. Но ни на одно ее обращение в различные городские департаменты ответа так и не получено. Я писала неоднократно и повторно обращалась, пока ни одна из служб городских не дала ответа. И есть письмо в государственную экологическую инспекцию, они тоже должны ответить, но пока срок не пришел. А Управление развития торговли и рынка ответа не дало пока что. Департамент муниципальной безопасности тоже не ответил. Вот ждем, вот может быть ответят, может быть кто-то за это ответит. Службы, которые должны контролировать работы в зеленой зоне, в частности Горзелентрест, вообще отсутствуют на месте работ. Примечательно, что буквально в нескольких метрах от строительной площадки прямо над головами висит большая сломанная ветка на наклонившемся дереве. Почему ее до сих пор не убрали, непонятно. Но если она упадет, то пострадать могут и автомобили, и люди. По словам местных торговцев, они неоднократно просили ее спилить и убрать, но результата никакого. Деревья, которые якобы пересадили в парк молодежи, уже начали засыхать. Что касается самой стройки, то работники даже не удосужились убирать за собой мусор. Все лежит на клумбах и стекловата, и пенопласт, и гвозди. И самое печальное, вокруг нет никого. На аллее по-прежнему стоят продавцы, которых мэрия все время хочет убрать и лишить единственного заработка. Павильоны они не потянут из-за высокой стоимости арендной платы, а на базаре или рынке им места не предлагают. Значит, нам некуда деваться. Посмотрите, у нас товара очень мало. Тут бабушки стоят. Не тянем магазины. Вон, посмотрите, цветочками торгуют. Ну, просто не тянем. По 10 тысяч, по 12 тысяч аренда. Куда нам деваться? На базар нас не берут. Если на базаре, то надо, опять же, контейнер снимать. Контейнер снимать – это, опять же, 10-12 тысяч гривен. Дайте нам какое-то место. Дайте нам где-то работать. Беспредел. Деревья вырывают. Все, дорогу заняли. Ну, как так можно жить вообще? Так полдороги заняли. На дороге городская власть собирается сделать парковку. И это ведь вполне в ее стиле. Все устрелить плиткой и отдать свои мафы в аренду. Наплевав на простых одесситов, оставив без заработка пенсионеров, торгующих на столиках овощами, и в очередной раз превратить зеленые улицы в бетонную пустынную зону. Вот такое очередное благоустройство Патрухановски во всей своей красе. Денис Шацила, Андрей Терещенко, телеканал Круг.